Крест и могила. На прошлой неделе мы говорили о кресте, а крест говорит о прощении. Да, крест говорит именно о нем. На прошлой неделе пастор Питтс рассказал вам о том, что кровь Иисуса прощает все. Мы узнали, что в самой природе Бога заключено прощение. Он прощает не только небольшие грешки, и большой камень, и маленький камень одинаково идут ко дну. Поэтому грех — это грех. Да, Бог разделяет грехи на категории, но Он прощает даже большие грехи. Он прощает, если мы восстаем против Него. Он прощает, если мы сбиваемся с пути. Если вы слушали нашу проповедь на прошлой неделе, то вам нечего стыдиться. На вас нет вины. Вас никто не осуждает, потому что кровь Иисуса смыла все это. Вам нужно только уверовать в Бога, приблизиться ко кресту, отвернуться от своей прошлой жизни. Просто подойти ко кресту и сказать, «Господи, вот Он Я». И тогда к вам придет прощение. Чем ближе вы к Богу, тем лучше вы понимаете прощение, потому что таков Бог. В Библии сказано, что Он великодушно прощает. Чем ближе вы к Нему, тем лучше вы понимаете, что мы служим любящему и замечательному Богу, который всегда дает нам второй шанс. Злоупотребление этим говорит о вашей незрелости. Такова кровь Иисуса. Я верю, что наша церковь понимает, что такое крест. Я уверен, что так оно и есть. Мы много говорим о кресте, но вот что такое могила, наша церковь, как мне кажется, не совсем понимает. А могила говорит о свободе. Но я говорю вам не просто о могиле. Я говорю вам о пустой могиле. Я говорю о пустой могиле, потому что она говорит нам о свободе. Господь пришел к нам не просто для того, чтобы простить нам наши грехи. Он пришел, чтобы освободить нас от наших грехов. Мы были обременены грехом. Мы были рабами неправильности. Но вот пришел Бог. Он зашел на крест. Он воскрес из мертвых. Его могила освободила нас, и теперь мы больше не являемся рабами греха. Вот как могила говорит нам о свободе. Прочту вам строки из Писания. Сначала мы поговорим о том, как перестать бояться смерти. Только послушайте. Это просто прекрасные слова. Я просто буду читать вам их, потому что я не могу сказать лучше, чем сказано в Библии. «Если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших». Самое время сказать на это «Аминь». Далее. «Поэтому и умершие во Христе погибли». Если мы не понимаем, что значит пустая могила, то у нас нет надежды. Тогда мы думаем, что все те, кто умерли до нас, ушли в небытие. Они просто умерли. Но мы-то знаем, что все не так. А в Библии сказано, «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Ничего себе. Я хочу сказать вам, что многие люди умерли не просто так. Многие люди умерли за других людей. Но они так и остались мертвыми. Послушайте меня. Мухаммед так и остался мертвым. Будда так и остался мертвым. Дарвин тоже просто умер. Все эти представители разных религий и ученые просто умерли. Сейчас я скажу вам очень важную мысль. Основная разница между другими религиями и христианством заключается в том, что Христос не просто умер, а воскрес из мертвых. Он не просто умер. Он воскрес. И поскольку Он воскрес, у нас теперь есть надежда. У нас есть много доказательств того, что Он воскрес из мертвых. Многие люди, и в основном это атеисты, говорят, что все это неправда. Они начинают проводить исследования и в итоге обретают спасение. Так они и понимают, что все это правда. Тому есть 500 свидетелей. 500 человек видели Иисуса живым после того, как Его распяли. Его похоронили, но Он воскрес из мертвых. И это единовременно видели 500 человек. Единовременно. Если чему-то есть целых 500 свидетелей, то уж поверьте, это правда. Их было 500 человек. И еще было свидетельство Слова Божьего. Слово Божие — это самый достоверный документ на Земле. Из всех книг, написанных за всю историю нашего мира, Слово Божие является самым достоверным документом. И с точки зрения науки, и с точки зрения археологии, и с любой другой точки зрения. Мы знаем, что Земля круглая. А знаете, как это выяснилось? Кто-то изучал Библию и увидел, что там дважды сказано, «Земля круглая». Потом они пришли к Колумбу и сказали, «Эй, приятель, Бог сказал, что Земля круглая. Можешь отправляться в свое путешествие». По всему Писанию проходит мысль о воскресении Иисуса, и оно было на самом деле. Не стоит забывать о пустой гробнице. Многие из вас были в Израиле. Таких, конечно, немного, но лично я там был. Те из вас, кто был в Израиле, вы же заходили в гробницу Иисуса? Да, кто был там? И что? Там были его кости? Нет, там их нет, потому что он воскрес из мертвых. Но где же он тогда? Лично я знаю, где он. Он сидит по правую руку от отца. Я знаю, где он. Он сидит одесную от Бога. Вот где он. И его благословенное тело при нем. И лично я хочу быть рядом с ним. Я согласен быть даже его конюхом. Я готов убирать за лошадьми. А вы? Не знаю, нужно ли убирать за лошадьми Господа, но я готов это делать. Я думаю, у меня получится. Я уверен, что это не очень грязная работа. Простите уж, во мне течет ковбойская кровь. Итак, свидетельство об изменившихся жизнях. У нас есть не только пустая гробница. У нас есть не только 500 свидетелей. Кстати, а здесь, в этом зале, есть свидетели? Да, всем нам нужна надежда. Здесь есть свидетели. Давайте. Смелее. Мне кажется, что кто-то из вас мог бы проповедовать здесь за меня. Мне кажется, на прошлой неделе до вас все хорошо донесли. Изменившиеся жизни. Мы изменились. Мы не просто были прощены. Мы изменились. Я уже не тот, каким родила меня моя мать. Я уже другой, потому что я родился свыше. А еще у нас есть свидетельство Святого Духа в наших сердцах. Мы несем его с собой. Мы изменились. Иисус воскрес из мертвых. Давайте скажем на это «Аминь». Только послушайте. Смерть без силы равна поражению. Но смерть, завоеванная силой, равна победе. Она равна победе. Вот как нам добиться победы в нашей жизни. Прочтем еще один отрывок из Библии. В послании к евреям сказано, «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». Вот что он сделал. Он лишил силы дьявола, имеющего державу смерти. У него была держава смерти, но Бог лишил его этой силы и избавил тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Послушайте меня, мы больше не должны бояться смерти. Вчера мы с Синди, а также несколько из наших лидеров посетили одну молодую женщину, которая живет у нас в центре. У нее было двое детей. Она давно служит Господу. Как-то один из ее знакомых подвозил ее детей до дома. Это был поздний вечер пятницы. Машина попала в аварию, и один из ее детей погиб. А ее шестилетняя дочь до сих пор находится в больнице. Бог творит великие вещи. Он исцелил ее. Вчера она даже рассказала мне, что собирается покататься на лошади. Но дело в том, что мы были в больнице, и мы горевали. Но наше горе не было непреодолимым. Мы горевали, но не так, как те, у которых нет надежды. У нас есть надежда. Мы с Синди часто сеем надежду в жизни других людей. Мы помогаем людям из нашей церкви. Мы сеем надежду в их жизни. Просто поверьте в Бога. Просто доверьтесь Богу. Мы видели, что принесла вера той матери. Ее лицо просто сияло от радости. Ее сестра тоже ходит в церковь, и она сказала, «Я знаю, что нам нужно сделать. Нам нужно восславить Бога». Она взяла свой телефон и включила песню, в которой славили Господа. Она включила ее прямо в приемные больницы, и мы все стали славить Господа. Если бы нас увидели люди из мира, они сказали бы, «Что они там делают?» Она же ребенка потеряла. А второй ребенок в интенсивной терапии. Что они делают? А мы практиковались там в вере в нашего Бога. Послушайте меня. Смерть. Где твой пыл? Могила. Где твоя победа? Вас победил Иисус Христос, взойдя на крест, а сила Божия воскресила Иисуса из мертвых и победила вас. Поэтому мы не должны бояться смерти. Потому что смерть – это всего лишь прямая дорога к тому, во что я верил всю свою жизнь. Поэтому, когда в мою дверь постучится смерть, я открою ей и поприветствую ее. Я буду улыбаться. Потому что я знаю, что вне своего тела я смогу быть рядом с Господом. А еще я знаю, что место, куда мы попадем, гораздо лучше того места, где мы живем. Вчера мы праздновали это. И как замечательно, что этой прелестной девочке не пришлось переносить все тяжелые, божести, которые переносим мы. Екклесиаст писал, чем быстрее мы покинем этот мир, тем лучше. Там на небесах нет никаких проблем. Давайте скажем «Аминь». Потому что у нас есть надежда на Бога благодаря тому, что сделал Христос. Послушайте, хватит жить со страхом смерти. Вам нечего бояться. Я говорю так к Синде, когда получаю травму на Родео, потому что я ничего не боюсь. В этом меня не упрекнуть. Давайте скажем «Аминь». Ребят, мы не должны бояться смерти. Да, мы горюем и рыдаем от тех, кто нас покинул, но нам была дана надежда. И у нас есть надежда. У нас есть жизнь, потому что Бог даровал нам ее. И он не просто поборол смерть. Смерть подобна удару в лицо. Когда умирает близкий мне человек, меня словно бьют по лицу, но у смерти нет силы надо мной. Да, это сильный удар, но ей не отправить меня в нокаут. Да, это сильный удар, но смерти не отправить меня в нокаут. Почему? Да потому что ее уже победил великий чемпион. По имени Иисус. Он победил смерть раз и навсегда. Я знаю, что многие люди в этом зале с чем-то борются. Некоторых из вас покинули близкие им люди. Возможно, рядом с вами живет страх, но послушайте меня. Не бойтесь. Бог поборол весь наш страх. Мы не должны жить в страхе. Мы живем в вере. Мы живем в силе. Мы живем в знании. Мы живем в надежде. Мы живем в жизни. Мы живем во свете. Не надо бояться. Вам нечего бояться. Нечего. Расскажу вам, что сделал Бог, когда вышел из своей могилы. Давайте-ка откроем первое послание от Иоанна. Кто делает грех, тот от дьявола. Что же сделал Иисус? Он лишил дьявола силы. Он уничтожил смерть. Он не просто уничтожил смерть, он лишил дьявола силы. Раньше у дьявола была власть над людьми, потому что они грешили, и у дьявола была власть над ними. Он согрешил с самого начала, но затем явился Сын Божий. Для чего он явился? Чтобы разрушить дела дьявола. Он пришел не просто, чтобы подарить жизнь тем людям. Он пришел, чтобы подарить жизнь всем. Чтобы мы перестали быть рабами неправедности. Чтобы мы перестали быть связаны грехом и получили связь с ним. Чтобы мы стали жить рядом со Христом. А вот что призвал сделать нас Бог. А вот что Он сделал. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Ребята, вы должны кое-что понять. Грех — это смерть. Ведь так? Далее смотрим. Грех — это смерть, а Иисус забрал силу у смерти, которой был грех. Грех был смертью, но Он исправил это. Он забрал у смерти силу, поэтому у греха больше нет власти над нами. Поэтому у смерти больше нет власти над нами. В послании к Ефесянам сказано, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим...» Давайте еще раз. «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе». Вот каков дьявол. Он — это дух, действующий ныне в сынах противления. Только послушайте эти слова, между которыми «И мы все жили некогда». Многие из вас жили так. Конкретно, кто так жил? Вы, поднимите руки, те, кто раньше жил именно так, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Да, как прочие. Я люблю эти два слова. «Но Бог». Как же замечательно, что я могу посмотреть вокруг и сказать «Но Бог». Я просто обожаю эти два слова. Когда я вижу, как живут другие, и вспоминаю, как жил я когда-то, я могу сказать эти слова «Но Бог». «Богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Только послушайте. Он оживотворил нас со Христом и воскресил с Ним. В Библии сказано, что Он не просто простил нас, потому что Иисус заплатил за наши грехи. И эта сила воскресила Иисуса из мертвых. Она воскресила Его. Вот почему у вас есть жизнь. Потому что если бы мы остались мертвыми, нас было бы жалко. Потому что если бы мы оставались мертвыми, наша вера была бы бесполезной. Но Бог воскресил Его из мертвых, и благодатью вы спасены. Давайте прочтем, что там сказано дальше. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Потому что мы с Иисусом Христом одно целое. Нас воскресили со Христом. Мы сидим рядом с Ним прямо сейчас. У нас есть свобода. Ну а следующий стих я немного перефразировал. Эти слова можно найти в послании к римлянам и в Откровении. «Сила, которая воскресила Иисуса из мертвых». Это та же сила, которая воскресила нас из мертвых. В третьей главе Откровения сказано, «Мы можем быть будто живы, но мертвы». Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Я проведу для вас параллель кое с чем другим. Хочу, чтобы вы это поняли. Некоторые люди ходят по земле, дышат, едят, ходят на работу, водят машины, живут в своих домах, но они мертвы. Они мертвы. Они абсолютно мертвы. А в Библии говорится о них, но они не должны оставаться такими. Поскольку, когда мы приходим ко кресту и принимаем Иисуса, мы получаем прощение. Но мы получаем не только прощение, но и силу, которая воскресила Иисуса из мертвых. У этих людей тоже может быть эта сила. Вспомним Лазаря. Вы можете быть будто живы, но мертвы. Лазарь, лежащий в гробнице, отличный тому пример. Он умер. Его похоронили. Но Иисус любил Лазаря. Лазарь умер, и его похоронили. И вот он лежит мертвый в гробнице. Кто из вас смог бы помочь Лазарю? Ему уже не мог помочь никто из людей. Он не мог найти помощь у мира. Ему не мог помочь никто, кроме Христа. Он — это единственный, кто может воскресить из мертвых. Единственный, кто сможет это сделать. Да. Он единственный, кто сможет это сделать. Он единственный. Так вот, Лазаря похоронили. А знаете, что было еще, когда Лазарь лежал в гробнице? Многие люди плакали о нем. Послушайте, когда мы видим кого-то, кто будто жив, но мертв, кто из вас знает людей, которые будто живы, но мертвы? Когда мы видим таких людей, плачь нам не поможет. Одно лишь — сожаление к ним ничего не изменит. Плачь по ним ничего не изменит. Если тот, кого вы любите, стал заблудшей овцой и жив, будучи мертвым, послушайте меня, мы можем сделать для них гораздо большее, чем плачь. Вы можете помочь им. Пусть Иисус заберет их грех. Послушайте меня. Он — это единственный, который поможет им воскреснуть из мертвых. Он единственный. Они могут лежать в могиле. Их могут завалить камнями, поставить крест. Наш враг просто обожает это делать. Он пытался проделать это и с Иисусом. Он делает так с каждым человеком. Он делает их мертвыми. И когда он делает их мертвыми, он помещает их в могилу и делает все возможное, чтобы до них не добрался Иисус. Он выставляет рядом с ними свою стражу, которая не подпускает к ним других людей, чтобы они не могли спастись. Но послушайте меня. Это касается и нас. Лазарь был мертв четыре дня. Эта цифра четыре дня очень важная. Евреи считали, что если вы мертвы три дня, то у вас есть шанс воскреснуть. Об этом сказано в Писании. В Писании можно прочесть о воскресении через три дня. Помните, Иона провел три дня в очреве кита. Те, кто читал Писание, знают, что если пройдет больше трех дней, все будет кончено. Все уже будет для вас кончено. Когда пришел Иисус, прошло четыре дня. Целых четыре. Когда Иисус попросил откатить камень, люди сказали ему, «Господи, он, наверное, уже попахивает. Прошло четыре дня. Наверное, он воняет». Они не верили, что Лазаря еще можно спасти. Иногда мы смотрим на людей и знаем, что они мертвы уже много лет. Они уже так долго лежат в могиле, что мы просто не верим, что их еще можно спасти. Но послушайте, «Если рядом Иисус, то никогда не поздно. Если рядом Иисус, то никогда не поздно». Аминь. Никогда не поздно. Знаете, что сказал Иисус, когда ему сказали, что Лазарь будет попахивать? Вы знаете, что бывает так, что и живые люди попахивают, и мы должны знать, что их можно вернуть. А знаете, как? Знаете, как им помочь жить рядом с Богом? Надо просто не быть тем камнем, который отгораживает их от Иисуса. Пусть церковь остается церковью. Надо просто откатить камень, который не дает им ожить. Просто поверить, что они могут жить, и тогда они будут жить. Мы должны верить в Иисуса, ведь Он сказал, откатите этот камень. И люди откатили камень. И знаете, что тогда сказал Иисус? Лазарь, иди вон. Вот что Бог сказал мертвым костям. Он говорил к ним. Если вы считали, что мертвые кости мертвы, то сейчас они оживут во имя Иисуса. Сейчас вы оживете во имя Иисуса. Протяните руки к своим соседям, вознесите руки над кроватками ваших детей, которых нужно спасти, и скажите, Джонни, иди вон. Скажите, Сьюзи, иди вон. Во имя Иисуса. Говорите им его имя. Скажите им, идите вон. Вы должны идти вперед. Вы должны верить, что Бог сможет это сделать. Но когда этот человек выйдет из своей могилы, он все еще будет связан по рукам и ногам. На нем все еще будет его саван. Увидев Лазаря, Иисус сказал, «Снимите с него его саван». Это и есть истинное ученичество. В церковь ходит много христиан, которые все еще носят на себе саван. Они воскресли, но все еще носят на себе саван. Бог скажет, это никуда не годится. Пастор Дон, у вас же воскресло столько людей. Они вышли из своих могил. Они увидели свет, но не хотят идти к нему. Они говорят, я останусь здесь, ведь здесь мои друзья. Но все ваши друзья мертвы. Вы должны выйти из своей могилы. Вы должны жить. Вы должны позволить Богу вмешаться в вашу жизнь, чтобы вы могли жить рядом со Христом, чтобы вы могли жить. А знаете, что происходит, когда вы становитесь по-настоящему живыми, когда вы снимаете с себя саван? Знаете, что происходит? То же, что произошло с Лазарем. Вы воскресаете. Люди, бывшие мертвыми, обретают жизнь. Они побеждают смерть. И это замечательно. Вот чего хочет от нас Бог. Давайте сейчас все встанем. Поднимитесь на свои ноги. Вот чего Он хочет от нас. Пусть люди подойдут к вам и скажут, я помню, каким ты был раньше. И теперь они увидят, какими вы стали. Они спросят вас, что же произошло с тобой? И вы ответите, ну, слушайте. Люди позвали за Иисусом, а я лежал в своей могиле и не собирался оттуда выходить. Но тут я услышал голос. Этот голос звал меня по имени. Он сказал мне, «Лазарь!» Я понял, что не смогу устоять перед этим голосом. Он кричал, «Лазарь!» Я ждал этого голоса. Я люблю этот голос. А этот голос любит меня. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило нас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!